Дамы и господа, я всех приветствую. Сегодня будет обзор на Meizu, который у меня уже приличное количество времени. И это будет не обычный обзор, не такой, как вы привыкли их видеть в сети. Это будет обзор человека, который попользовался смартфоном и опишет его все плюсы и минусы, которые заметил. Это не просто зачитывание каких-то характеристик. Ну, наверняка вы, если давно подписаны на мой канал, то знаете, что у меня именно такие обзоры. Честный, личный опыт и мое личное мнение и отношение к конкретному товару. Это я поясняю для тех, кто первый раз на канале. Этот телефон мне показался очень спорным, потому что у него есть огромное количество как плюсов, так и минусов. Причем это минусы не только мои личные, вот какие-то придирки личностные, но и минусы, которые, скорее всего, для вас будут очень важными. Кому интересно, отдельное видео с плюсами, отдельное видео с минусами, вы можете посмотреть на втором канале. Там же будет опыт использования, а также там будет видео сравнение этого смартфона с другими аппаратами, которые у меня есть. Например, Meizu M8C, вот такой вот аппарат, который мне тоже приличное время попользовался, он мне понравился. Но это ультрабюджетные смартфоны, поэтому они обладают, ну, приличным количеством недостатков. Но, опять-таки, если смотреть на цену, то не очень хочется о них говорить, но о них говорить придется. Итак, начнем с того, что летом 2018 года, то есть практически год назад, был представлен этот аппарат Meizu M6T. На рендерах он выглядел прекрасно, красиво, я даже заказал себе красную версию этого аппарата, но ее украли на почте, поэтому она до меня вовремя не дошла. А потом я опомнился еще через несколько месяцев, заказал его и, в общем-то, уже вот, наверное, месяца 4 или 5 он у меня в наличии. Так что это не новинка, но в целом аппарат достойный даже на сегодняшний день. Как только я его получил, я отметил, что он, в принципе, достаточно тонкий, весит он 140 с копейками грамм, поэтому в руке он ощущается приятно. Нет такого ощущения, что у тебя что-то тяжелое. Ну, отчасти это из-за того, что у нас задняя крышка пластиковая, а не металлическая. Пластик покрашен хорошо, за это время он не поцарапался, но я носил его без чехла. И единственное, что я, так как этот смартфон, не покупал лично себе и на личное использование, то есть я его покупал для того, чтобы потестить, посмотреть, что он из себя представляет. Поэтому я хотел, чтобы он сохранил немножко свой внешний вид, именно поэтому я вот эту заднюю наклейку снимать не стал. Если на нее немножко детальнее поближе посмотреть, то видно, что здесь у нас есть царапины. Все-таки я думаю, что эти царапины на корпусе остались бы, если бы я эту пленку снял. Поэтому стоит его беречь, и так как в комплекте нет ни чехлов, ничего, то лучше все-таки прикупить отдельный чехол. Потому что, как бы хорошо не был покрашен телефон, это пластик, и он будет царапаться намного быстрее, чем металлический. Смартфон 8,4 мм толщину, поэтому, как я уже говорил, он выглядит эстетически красиво и удобен в руке. И теперь недостаток, это Android 7.0. Очень старый Android, очень старый Android для 2018 года, а сейчас уже 2019. И еще один недостаток, не только этот старый Android, но и то, что этот Android обновить нельзя. Не потому, что это все сложно или что-то в этом духе, а потому, что Meizu не выпускает эти новые версии Android с новыми версиями их оболочки FlymeOS. Так что, покупая аппараты Meizu, я думаю, что стоит себя настраивать на то, что вы будете с этой операционной системой до конца его дней, или своих дней, или до того момента, как вы его продадите. Хочется отметить, у Meizu есть один огромный плюс, которого нет ни у одного аппарата, который я щупал в руках. Это приятный виброотклик. Я не знаю, какие моторчики они используют технологии или что-то в этом духе, но у них реально крутой виброотклик, который такой, знаете, по всему смартфону распространяется и тебе отдает в руку так хорошо. Он не просто мощный, он приятный. У Samsung он обычный, у Xiaomi он вообще какой-то... А вот здесь вот он мне нравится. И еще этот виброотклик очень приятен, когда ты печатаешь. Вот печатать на клавиатуре Meizu, это огромное удовольствие. Xiaomi просто отдыхается своими там G-бордами или что бы вы там ни поставили. Аппарат поставляется с двумя версиями начинки. По памяти это 32 накопитель и 64. У меня простая базовая версия на 32, потому что не хотелось переплачивать и хотелось просто ознакомиться с устройством. Да, оно слегка заторможенное, но это не из-за того, что здесь 32 гига внутренней памяти, а из-за того, что здесь довольно слабенький, неповоротливый процессор. Устройство задумчивое, он не спеша разблокируется, он не спеша переключается между задачами, он не спеша запускает приложение, потому что скорость внутренней памяти тоже не сильно высокая. Но для основных задач этого достаточно, и я больше чем уверен, многие пользователи даже не подумают о том, что он медленный. Они просто будут говорить, что он классный, такой и должен быть, как бы лучшего мы и представить не можем. Потому что множество людей устраивает такая скорость работы интерфейса. Я же привык к тому, что у других смартфонов в этой ценовой категории, у Xiaomi, например, чутка пошустрее все происходит. Но, понятно, там все аппаратно другое. Здесь Mediatek, а у Xiaomi, например, уже Snapdragon. Да, это будет тоже ультрабюджетный смартфон, но Snapdragon там будет справляться и ворочить задачи чутка пошустрее. Но это лично мое мнение, может быть, я не прав. Что вы думаете по всем пунктам, которые я перечисляю? Пишите в комментариях, будет интересно узнать вашу точку зрения. Если вы пользовались этим смартфоном, это вдвойне приятно и интересно. Огромным преимуществом этого смартфона является 5,7 дисплей. И хотя разрешение здесь HD+, этого достаточно для такого дисплея. Дисплей занимает большую часть экрана. Если вы посмотрите, то рамки достаточно небольшие, что снизу, что сверху. Да, на 2019 год этим уже никого не удивишь, но, извините меня, летом 2018 года это был хороший дизайн. И даже сейчас он приятный. Многие, кто смотрит на этот смартфон, думают, приятный дизайн. Индикатор событий белый, одноцветный. По сканеру отпечатка он разблокирует не очень быстро. Я привык к Xiaomi, потому что основные у меня смартфоны это Xiaomi всегда в использовании были. У Samsung работает чуть-чуть, вроде помедленнее, чем у Xiaomi. Хотя флагман, просто у меня там такое все сложное. Американец, прошитый, подключенный, там вот так вот все, сыр-бор. Но в целом, да, шустро. Здесь помедленнее. Вот из всех смартфонов, которые у меня были, Meizu, они делают такие неспешные сканеры. Можно похвалить этот смартфон за обилие сетей. Здесь поддерживается очень много всяких сетей. Единственное, что не поддерживается BN20. Поэтому, если для вас это важно, мотайте себе на ус. Если нет усов, отращивайте, потом намотайте. Еще один момент, это то, что у меня в регионе более распространены частоты CDMA, чем GSM. Поэтому это очень важный момент, чтобы в телефоне был CDMA-модуль. И в этом аппарате он есть. Он отлично работает с нашим оператором. В том числе, он работает отлично и с GSM-операторами. По всей России, Украине, Молдове, совершенно не важно. В любой стране его можно подключить и он будет работать корректно. Это здорово. Это как бы добавляет баллов этому смартфону очень много сразу. Если говорить о телефоне как о звонилке, он нормально держит сеть хорошо. Модули Wi-Fi, GPS, Bluetooth тоже работают корректно. Я не скажу, что он хватает звезды с неба. Что у него прям моментально подхватываются все спутники. Но в целом для этой ценовой категории это более чем. По расцветкам доступно всего лишь три варианта. Вот такой вот золотистый. Как у меня, достаточно приятный, но немногим он понравится. Кораллово-красный еще доступен. В общем-то, я его и заказывал в первый раз. И сам цвет очень приятный, такой сочный. Но, к сожалению, не смог его вживую увидеть. Ну и, конечно, традиционный для Meizu это черный. Черный у них глубокий, классный. Я бы с черным тоже походил. Поэтому, в принципе, есть куда разгуляться. Но, если вы любите голубые цвета, например, там, или вы девушка и хотите розовый, или вы хотите ребенку купить розовый, то, к сожалению, этих цветов здесь нет. Ультрабюджетник, понятное дело, цветовая палитра более суженная. Очень интересный момент. Это батарейка. 3300 мАч. Звучит неплохо, но есть аппараты, которые с 3000 мАч. Справляются лучше по автономности. Автономность это не самая сильная сторона данного аппарата. В простое, там, за ночь он съедает около 5%, может быть, даже больше. По оптимизации Meizu всегда имели некоторые проблемы на своих аппаратах. Это лично мое мнение. Может быть, у вас будет лучший результат. Но мне с трудом хватало на световой день этого аппарата. Если, например, он будет на максимальной яркости экрана, нагружать его, постоянно запускать его в режиме многозадачности. Но стоит отметить, что с этим всем он достойно справляется, не спешит выгружать приложение из памяти. Даже у Xiaomi это встречается редко, особенно на аппаратах с 3 гигами оперативки. Один нюанс, который хотелось бы отметить для тех, кто хочет FM-приемник. Везде говорят о том, что он есть, я его здесь не нашел. Может быть, нужно скачать какое-то фирменное приложение или еще что-либо. Я не знаю. Из плюсов, вот фирменные приложения здесь крайне интересные, годные, качественно работают. И я бы рекомендовал ими пользоваться, ну или хотя бы попробовать воспользоваться. Из фирменных приложений здесь заметки, проводник. Есть возможность завести свое облако флайм, куда у вас будет все синхронизироваться, сохраняться. И вы можете без труда при утере смартфона на свой новый Meizu все установить, с облака подгрузить. В том числе и фотографии и так далее. Менеджер погоды, калькулятор, менеджер обновлений. Также здесь есть встроенный диктофон, проводник для того, чтобы иметь доступ быстрый к файлам разного формата. К слову сказать, работает корректно. Также раздел с инструментами, отдельная оплекуха, которая позволяет использовать смартфон в разных нестандартных задачах. Посмотрите на этот раздел внимательней, очень интересный. Ну и конечно календарь, часы, звонилка, темы. Есть свои встроенные и свой фирменный магазин приложений. На этом аппарате уже установлены все Google сервисы, работает он с ними корректно. Никаких глюков, багов в этой части я не заметил. Вообще в целом это сбалансированный телефон без каких-либо глюков. Единственное, что он не такой шустрый, как я привык. Вот это меня конечно очень-очень раздосадовало. Олеофобное покрытие у дисплея отличное. Вообще защитное стекло неплохое, но честно говоря я его берег. Поэтому особо проверить его на какие-то стрессы, на какие-то царапины и так далее я не могу. Потому что я его берег, не хотелось его насиловать. Мне еще, так сказать, его продавать. Поэтому хочется, чтобы он сохранил товарный вид. Поэтому по защите ничего не могу сказать. Но за эту цену ожидать, что здесь будет какая-то супер-пупер пятая горилла. Это глупо, неправильно. Ну и об этом нигде не заявляется на самом деле. Если вдруг что, лучше прикупить. Если у вас такие прям вот сложные задачи использования. То лучше все-таки прикупить защитное стекло к нему. Здесь дисплей 2.5D. Закругленный до ужаса края. Поэтому стекло будет подобрать не так-то просто. Особенно если вы хотите 2.5D стекло. Стекло с полным клеем. Я думаю, что сюда можно в принципе любое нормальное брендовое купить. И будет и хорошая олеофобка, и защита и так далее. Но в целом по ощущениям очень приятно. Олеофобка у Meizu всегда была очень приятной. Отпечатки собирает, как и любой смартфон. Не стоит тут прям паниковать. Но они очень легко убираются. Буквально раз-два. Два действия и все. Телефон чистенький, никаких отпечатков. Хотя сейчас на нем была просто тьма отпечатков. Я его не протирал, наверное, несколько дней. Ну и теперь по камерам. Очень важный момент. Я приложу фотографии и видео, которые я снял на этот смартфон. Буквально чуть-чуть. Потому что я не могу прикладывать все фотографии, которые я делаю на какие-то аппараты. Потому что там очень много личных фотографий. То есть я их делаю себе на память. И я не могу вам скинуть фотографии из себя там в определенных местах и так далее. Супруги, например. Зачем вам это видеть? И зачем мне это показывать? Поэтому я приложу то, что могу. Но если вы хотите прям вот детальный тест фото и видео, напишите об этом в комментариях. Я сниму отдельно фото и видео. И потрачу на это там один день. Но я это сделаю. Если такие прям вот будут реально желающие, выложу это на второй канал. Обязательно зайдите на второй канал. Там море интересных видео. Я думаю, что вам там понравится. Так вот по камерам здесь у нас все нестандартно. Двойной модуль здесь используется 13,2 мегапикселя, 2,2 диафрагма и 2,4 вспомогательного модуля. Поэтому бокешка здесь в принципе неплохая. В плохих условиях освещения камера начинает сдуваться, шумит и так далее. Видео снимает ну вообще не очень. Ну мне не нравится. Даже у Xiaomi, у бюджетников вот за эти деньги камера поинтереснее снимает видео. Но если говорить вообще о Meizu, о том, как они себя позиционируют, они и не говорят о том, что они сделали камерафон. Поэтому особо я на это не буду обращать внимание. Особенно учитывая то, что все телефоны Meizu, которые у меня были, они всегда вот за эти деньги снимали хорошо, но не отлично. И не идеально это уж точно. Для этого бюджета это хорошо. Но это неплохо, 100%, потому что есть за эти деньги те, кто снимает прям совсем отвратно. Это какие-то прям совсем уж откровенно китайские бренды, которые ну не сильно популярны. У селфи камеры здесь 8 мегапикселей с дырочкой 2.0. Поэтому получаются они так себе, естественно, из-за того, что разрешение невысокое. Но благодаря 2.0 диафрагме можно фоткать даже при условиях такого освещения, ну так себе, в пасмурную погоду и так далее. Фотки получаются неплохими, я приложу сюда примеры. Видео пишет Full HD 30 кадров в секунду. Блютуз здесь у нас достаточно старенький, 4.1, но low energy. Поэтому можно использовать со всякими фитнес-трекерами, там Xiaomi, не Xiaomi и так далее. Это очень удобно. Он достаточно эффективный в режиме low energy, но это не 4.2, а уж тем более не 5. Хотя в том году уже начали появляться некоторые аппараты с пятым блютузом. Вот в бюджетном сегменте, по-моему, что-то уже было. По-моему, Redmi Note 5 уже имел, но там цена была повыше. По Wi-Fi заявлено, что он должен поддерживать Dual Band, но Dual Band я здесь не нашел. У меня поддерживаются сети только 2.4 ГГц. 5 ГГц сети он не видит. Может быть, что-то не так я сделал, может быть, что-то нужно настроить или еще что-то. Кто в курсе, напишите в комментариях, но, к сожалению, пока так. Учитывая то, что это ультрабюджетник и, в принципе, у других производителей за эти деньги Dual Band вы не найдете. Может быть, сейчас уже будет потихоньку это все приобретать некую популярность, но пока что особо не похвастаются большинство устройств этой функции. А вот по процессору Mediatek 28 нанометров. То есть, представляете теперь, почему он такой прожорливый и почему он такой неповоротливый? Ну, потому что старый процессор используется. Это ядро, это основа. И, естественно, как бы ты ни оптимизировал операционную систему, железо решает, как правило. У аппарата поддерживаются две симки, либо одна симка и карта памяти. Это очень удобно тем, кто куда-то уезжает и хочет снимать много фото, видео в поездках, путешествиях. Поэтому без труда можно пожертвовать одним из слотов под карту памяти. Поддерживается до 128 гигабайт. Ну и, конечно, популярные проблемы Meizu, о которых, я не знаю, не все, наверное, говорят, потому что не всех это касается, не всем это колет глаз. Мне, например, не нравится то, что у Meizu перевернутый microUSB. Да, это microUSB. Сейчас только потихонечку бюджетники начали получать USB Type-C. В то время, как бы, никаких претензий. MicroUSB и ладно. Но он перевернутый, как на всех Meizu. Это неудобно, нестандартно. Если вы привыкли, да. Но я привык, что даже когда ты вставляешь microUSB кабель, логотип будет перевернутый. Иногда даже индикация на этом кабеле будет перевернута. Это неудобно. Ну, как бы, Meizu это Meizu. Они по-своему все делают. По звучанию смартфон стандартный, да не могу. Никаких особых звезд он не хватает. И это относится к звучанию и из динамиков, и из наушников. A5X здесь нет, понятное дело. Но из динамиков хочется отметить, что звук, в принципе, достаточно ровный, четкий. Ни баса, ничего нет. Он плоский, но он чистенький. То есть, нет вот этого хрипения на максимальной громкости. Утром, если вы заведете будильник, то не будет мерзкого такого звучания, дребезжания в этом динамике. То есть, в целом, все достаточно хорошо. По разборке устройство легко разбирается, как iPhone. Потому что Meizu очень любит эту компанию, судя по всему. И слизывает у них почти все. Здесь у нас откручивается два винтика. Легонечко все это поддевается. И есть доступ ко всему. Ремонтопригодность неплохая. Сборка тоже качественная. Кстати, по сборке нигде не хрустит, не люфтит. Все очень годно. В принципе, я думаю, что на 2018 год бренды известные. Какашки уже не делают откровенные. Где все хрустит, люфтит. Это, наверное, уже удел более бюджетных. Прям вот совсем откровенно бюджетных брендов. Ну и, конечно, батарейку поменять можно тоже таким вот образом. Ну и дисплей. Понятное дело. Что вы думаете по поводу данного смартфона? Напишите в комментариях. Если что-то забыл упомянуть, то тоже напишите в комментариях. Постараюсь ответить. Ну и теперь вывод. Стоит ли брать этот смартфон? Ну, если вы действительно проживаете в том регионе, где необходим, например, CDMA. То этот аппарат, это для вас просто как глоток воздуха, потому что выбор у вас не такой большой. Если вы хотите такое устройство, которое будет таким стабильным, четким, достаточно быстро ворочать многие задачи, постоянно переключаться между приложениями. Это не тот вариант, потому что это устройство слегка задумчивое. Но, в принципе, за эти деньги найдите что-то более достойное. Я думаю, что только Xiaomi может предложить. И то у них список моделей такой, знаете, уже ограниченный. Если в чем-то был неправ, корректно пишите в комментарии, поправляйте. Я думаю, что все сказал честно, правдиво, как вот у меня на душе легло после того, как я с этим смартфоном ознакомился. Хорошего вам настроения. Если интересно, где я заказывал этот телефон, покупал, ссылка будет в описании. Там же будет ссылка на кэшбэк. И еще небольшой момент, небольшой нюанс. Ох, как светит свет ярко. Зайдите в группу ВКонтакте. Я там выкладываю новости разные интересные. Скидки, купоны, распродажи и многое другое. Я иногда сам покупаю на этих распродажах. И потом вы мне задаете вопрос, почему ты купил такую-то вещь, она стоит дорого, а ты купил ее в два раза дешевле или значительно дешевле. И мы об этом не знали. Ну, потому что вы не подписаны на группу ВКонтакте. А еще некоторые моменты по работе, по тестированию каких-то устройств и из личной жизни, немножко совсем. Я публикую в Инстаграме. Если подпишетесь туда и вам будет там интересно, я только рад. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok